На стройплощадке возле храма небывалое оживление. Прихожане не смело прикасаются к главному куполу. Его сделали мастера из Санкт-Петербурга. Те же руки, что собирали купол и крест для домашнего храма Зимнего дворца. Пока золотая маковка лежит на земле в защитном коробе. В двух шагах от нее крест из 300 элементов. Сегодня их открывают для освящения. Это вообще знаменательное событие. Освящение куполов бывает один раз в своей жизни. Другого такого не будет. Можно прикоснуться к куполу, можно прикоснуться к кресту. Это же святые вещи. Потихонечку такими ступеньками мы восстанавливаем храм и всегда каждое событие, оно все равно какое-то дает такую и надежду, и что-то светлое в душе доброе. Мы не можем сегодня не присутствовать в ожидании того, когда откроется наш храм, будет блистать своей красоте с такими куполами, с нашим предстоятельным отцом Божьим. 13-й купол и крест – непростые элементы церковной архитектуры. Первые 12 символизируют апостолов, 13-й – самого Христа Спасителя. Для города с духовной точки зрения открытие храма Александра Невского – это будет такая черта, перейдя которую мы очень надеемся, что в городе изменится обстановка и в духовном плане. Александра Невскую церковь построили в начале 20 века. Впрочем, в роли храма она служила не больше 10 лет. С приходом советской власти профиль здания резко изменился. Здесь печатали газету, челябинские рабочие, хранили военные имущества, госархивы, коллекцию картинной галереи. Отсюда горожане наблюдали за звездами, а позднее слушали под старинными сводами орган. Теперь после многочисленных переделок зданию возвращают первоначальный вид. Реставрация идет уже два года. Здесь очень большой объем финансирования. Я просто вам скажу, для обывателя намного было бы проще и дешевле разобрать полностью храм и собрать новый храм. Реставрация – это очень дорогостоящее дело, а качественная реставрация – это очень дорогое дело. Но мы стараемся делать так, чтобы воссоздать идеи Александра Николаевича Померанцева и чтобы, собственно говоря, Челябинск увидел храм даже лучше, чем он был до революции. Живописи золота, божья помощь и передовые технологии. Общестроительные работы в храме практически завершены. Исторические фрески восстановлены. Впереди новодельная роспись. Работать над ней будет бригада под руководством Дмитрия Селиванова. Это известный живописец Академии имени Репина. Кроме того, в храме сделают мраморный иконостас длиной 25 метров. Из этого же материала соорудят полы с подогревом. В подвале появится купель для крещения и гардероб для прихожан. С зеркалами, как в театре. Открыть храм обещают в следующем году.